Ты такой классический пример лицемерного труса, который на словах ты лев толстой, а на деле ты хрен простой. Вот как у тебя получается. И так вы видите, да, матери плачут, бросаются вслед за своими детьми. Здесь есть очень важная фраза, которую произносит одна из матерей. Она говорит пацанам 18-летнего, сказали на час, пригласили и забирают его на выну. То есть многие из тех, кто отправляется в этих грузовиках в Украину, даже не знали, что их будут отправлять на войну. То есть их обманным путем пригласили, сказали поговорить, отметиться для чего-то. Под разными предлогами людей собрали, это теперь уже очевидно. Сразу же снарядили, посадили в грузовики и отправляют воевать. Кстати говоря, Кадыра, я тебе в пример привел принца британского. Есть также другой пример, это Сталин. Дети Сталина тоже были на фронте. Даже один из них попал в плен, был в плену, Сталин его там не поменял, сказал, что он не меняет видовых на офицеров. То есть примеры у тебя на самом деле полно. Среди тех людей, которых ты официально якобы ненавидишь, но по факту ты являешься их братом. Вот эти люди, в отличие от тебя, как бы ненавистны там они не были, но они, по крайней мере, были гораздо более мужественными и последовательными в своей идеологии, чем ты. Ты такой классический пример лицемерного труса, который на словах ты лев толстой, а на деле ты хрен простой. Вот как у тебя получается. Ты стоя в мечети, находясь у себя в резиденции, лежа на своем диване, ты можешь брать города, страны. Ты очень смелый. То есть на словах ты очень такой, как у нас у чеченцев говорят, «бага хоаш леш». Вот «бага хоаш о дуа». И во рту у себя яйца ты сильно несешь. Но когда надо реально на деле показать себя, отправить своих детей, чтобы они погибали за эту идеологию, за которую ты предлагаешь погибать обычным людям, тут ты сдуваешься, тут тебя не хватает. Тут заканчивается все твое мужество, весь твой пафос. Все. Возьми пример с тех, кого ты со своих предшественников, с тех, кого ты официально якобы ненавидишь. Возьми с них пример. Не удивлюсь, когда они заставят эту женщину в камере говорить, что он якобы ехал туда добровольно. Алейкум, ассаляму, алейкум. Я допускаю, что это будет. Но тут знаете, что бы сейчас они постфактум там не стали делать, какие бы постановки они делали, вот это само видео, оно очень показательное. Оно не требует никаких комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok